здравствуйте дорогие друзья приношу извинения за то что долго не было обещанных фильмов принципе то ситуация сложилась так что необходимо было делать как вы помните из прошлого фильма это вот муха блесны это изготовлена на крючке номер 14 тройнички вот и заказ немножечко затянулся следующий от моего друга который неоднократно уже делает у меня заказы с россии вот игорь федоров попросил сделать такой себе наборчик чтобы можно было ловить практически ну всю рыбу какая только вот ему захочется я честно скажу сперва не планировал на эту тему изготавливать фильм но учитывая то что большинство как и игорь они все начинающие и возникает иногда ряд вопросов поэтому вот стример который я изготовил серию вот таких стримеров я изготовил для поимки окуня на него хорошо реагирует и щука практически на любую хищную рыбу и хотел бы сейчас вам пояснить ряд определенных моментов учитывая то что у него нахлыстовая снасть пятого класса не всегда начинающим рыболовом очень как говорится проблематично вытащить как я это называю поднять из воды вот такого типа приманки поэтому я сейчас расскажу коротко значит огрузка только лишь идет самой головки ну принципе это сами понимаете это 0 3 грамма 0 4 грамма в зависимости от того сколько будут бусинка весить но все остальные компоненты практически добавляет в пропитываясь влагой то есть стример имеет вес в среднем где-то один полтора мокрый грамма поэтому выдернуть из воды будет немножечко проблематично поэтому вот такого типа стримера я стараюсь изготавливать неподгруженными ну давайте я в качестве как бы образца покажу мы сейчас с вами свяжем ну самый такой честно скажу простецкий который не требует от вас больших затрат и денежных и в то же время по материалам что допустим вот самое такое нам хотелось бы связать но у нас вот допустим но нет определенного я сейчас постараюсь вам показать рассказать что практически все это у вас имеется значит крючок так как это нам необходимой для щуки для окуня я вот уже неоднократно показывал я использую вот слегка удлиненное цевьё это отличнейшая корец корейские крючки фирмы хаябуса это не реклама но для того чтобы вы знали что хороший крючок берем бусинку здесь уже не имеет значения какая она будет или же можете вплоть даже до того чтобы не огружать взять и пластмассовую если у вас нет допустим как у меня латунных если нет у вас бусинок изготавливайте без бусинок головку можно спокойно взять потом вот какого-либо вот как у меня есть морковного цвета или же допустим вернее как светло морковка и вот тоже морковка да такая досыщенная два флуоресцентных оранжевых цвета можно готовить головку но здесь еще возникают какие проблемы вот я иногда оставляю вот перо это петуха было для работы но желательно вот такого типа стримера которым мы изготавливаем это стример типа вули баггер его изготавливать надо из пера марабу но перо марабу найти практически сложно в основном сейчас рынок насыщен пером индюка он тоже мягкий хороший и хорошо работает но вот у вас нет ничего возьмите нашего любимого петуха вот у меня есть вот такие всевозможные наборы или же допустим вот такого типа разные наборы перьев и найдите вот такое хорошее пуховое перышко значит американцы до сих пор меня как говорится благодарят за то что я в своих фильмах навязывал ну не могу сказать что столь категорично но использовать перо вот такое пуховое потому что марабу очень дорогое перо этого аиста а индюка вполне достаточно нет у нас индюка будем использовать вот перо петуха если по каким-либо причинам у вас имеется мех вот у меня имеется мех песца достаточно такой тоже мягенький подвижный можете использовать мех песца но правда единственное нам понадобится для того чтобы мы могли сделать пальмер желательно иметь ну вот такого типа разные или зель то есть чтобы это было контрастное перо нам желательно иметь вот такие перышки но как вы уже иногда у меня замечали у меня они разные есть и можно использовать и найти скрашенные перья которые продаются в волонтере и вот такое шлямп но и перо которое тоже годится вот мы его в частности сейчас и будем здесь использовать так как предыдущий стример у меня был с вот таким пером шар трес хвостик берем теперь для себя отберем определенное вот выбрали количество пера и начинаем от тонкой части не отрывая пальцев но перекладывая то что мы отрываем можно за один прием оторвать но я это делаю по-своему мне удобнее так то есть все как вы видите они у меня почти все получились одной длины хорошей и симпатичной все теперь мы берем проверим чтобы нигде у нас не торчали хвостик равен длине чуть длиннее даже нашего тела и перемещаем в ту точку где будем крепить наш хвостик как вы заметили я вяжу не черной ниткой а вот у меня есть хорошая тоненькая нитка 00 как я ее называю 15 которая годится для вот таких вот моих задач закрепили что нам теперь необходимо как бы мы не старались ну вот желательно иметь всевозможные вот такие вот люрексы которые нашу жизнь немножечко становят стан украшают и делают богаче но если у вас нет вот у меня я вам показываю продается в волонтерейном магазине уже сейчас я попробую найти эту уже потерялся здесь край так вот как вы сможете обратить внимание вот здесь уже скрученный люрекс его можно как использовать вот так для тела также можно отрезать сколько нам необходимо давайте так и сделаем раз мы с вами изготавливаем стример из моих же подручных или же ваших подручных материалов и значит мы его немножечко вот так распушим не доходим до края объясню почему вот вымеряем длину которая нам нужна вместе одном я его захвачу сверху притяжными петля петельками и теперь просто хотите возьмите даббинговую иглу хотите вот ножницами как вам будет удобно поделите на три равные части ну одна будет сверху те другие будут идти по краям ну как как выйдет вот плюс минус в большой роли не будет играть и скажу вам честно люрекс этот достаточно такой жестковатый он не будет у нас цепляться и оставаться в нашем перед все вот мы его так распушили разложили теперь я беру вот ту часть которая мне необходима для моей левой стороны буквально здесь вот берем парочку и подхватываем уже как бы сбоку вот так и другой стороны вот у нас должна выйти вот такая слегка пушистенькая конструкция делали как вы видите вот люрекс наша рассредоточен хорошо теперь я беру клей каждый раз своих фильмах показываю гелевый клей 705 акфикс не покупайте с этим флакончиком который вам в рулевая для отвердителя это обыкновенно аэрозоль с водой значит клей этот высыхает или как правильно сказать полимеризуется когда взаимодействует с влагой вот мы промазали наш хвостик теперь спокойненько будет закреплен теперь желательно после всех этих манипуляций почему я использовал белую нитку потому что сейчас мы все это наше безобразие которое мы с вами натворили белой ниткой я беру черный маркер и как всегда подкрашиваю нить многие конечно я уже честно скажу не смотрел но как-то мне один написал я делал фильм по восстановлению маркера а ну я сейчас попробую найти найду я или нет где они тут смогли но эти затертые уже у меня в старенькие было написано значит мэйдэйн значит чайна произведено корея ну и прочие 10 разные там надписи ну ребят конечно хохотать вы можете до бесконечности но дело в том что китай точно также может заказать в корее фломастеры и вы это который изготовит или внутренности или краску или еще что-нибудь и за пихнуть свой корпус и написать майдэйн чина точно так же если вы возьмете сейчас вот ручку которую допустим выпустила именитая фирма и вы здесь что-то свое напишите то это уже будет ваша продукция а не той фирмы ну понятное дело спорить можно до бесконечности раньше при ссср и как говорится никто не писал произведено это в украине белоруссии или литве писали майдэйн ссср вот все теперь я обычно для того чтобы брать значит здесь тело буду использовать перо ой буду использовать даббинг ржавого цвета то есть почему именно ржавого потому что вот контраст черный ржавый и этот коричневый будет будет давать у нас хороший оранжевая перышко будет хорошо смотреться на нашем теле ну не будем мы его делать чересчур такой вызывающий объясню почему можно сделать черный можно сделать чисто красный это так как я и делаю для набора потому что для разных погодных условий можно использовать разные эти стример очки вот такой у меня есть ржавый даббинг он скажу честно не потому что это не реклама там фирмы hands так получилось что мне в магазине за часть моей продукции рассчитались со мной товаром материалом ну я не отказывался так как даббинг никогда не бывает лишним я уже неоднократно показывал покажу вам и сейчас значит есть возможность приобретите лучше вот такой вот набор как вы видите у меня уже он скоро будет 10 лет и я здесь дополняю по разным как вы видите здесь вот секциям которой уже выработаны я добавляю темнее светлее разные 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 у меня вот это вот как бы моя коситница служит для меня уже очень долго его хватает практически на долго вот такого пакетика хватит наверное штук на 50 жирных хороших вот такого типа стримеров ну и все теперь мы стараемся вот не нагромождать материал как бы виточек вот кветочку подкручивая как вы видите я не нитку держу для того чтобы она не распускалась и работают так роман мозор работал со своим даббингом очень удобно и проблем никаких нет все годится теперь значит что еще здесь я бы сделал учитывая то что перо у меня оранжевая я взял бы здесь бы немножечко вот такого флуоресцентного оранжевого добавил бы возле шарика теперь смотрите как вы видите я здесь не дошел буквально пару миль полтора миллиметра до шарика почему потому что наматывая перо перо имеет толстую гость и у нас за счет этого будут у шарика образовываться шея ну и теперь берем наше перышко что мы делаем пытаемся увести бородки наши назад и виточек кветочку скажу честно вот перо въедается в даббинг и не окуня зубы не щуки не могут его подрать сильно поэтому можно армировать можно не армировать это вам уже друзья как будет лучше и аккуратненько уже мы подходим к нашей бусинке как вы видите у меня уже пошло ну вот заканчивается нормальное перо идет пуховое многие берут и просто отрезают пуховое перо я не отрезаю достаточно хорошо работает правда как многие скажут что это не правильно в идеале надо вот так это вот так ребят уже мы миллиона раз обсуждали эту тему главный судья это рыба есть у вас возможность изготовить так изготавливайте нет вот видите у меня оборвалась нитка это как раз хорошо возьмем оранжевую нитку чтоб потом не подкрашивать перо я не отпускаю удерживаю кончик нитки и отхватываю перышко очень-очень аккуратно стараемся не нагромождать материала как вы видите вот возле шеи чтобы не было большого нагромождения теперь чтобы здесь было более менее симпатичная у нас наша шея что я делаю я не зря отвел остевую вот эту часть перо толстую вниз чтобы можно было это все у нас аккуратненько вот так обрезать это уже друзья все не будем жадничать но у нас все здесь слегка увлажним пальцы и уведем все еще еще туда берем теперь опять наш клей и как и вы уже много раз видели в моих фильмах буквально вот капелька я наношу на нитку ровно чтобы не было скопления и аккуратно так чтобы не затянуть перо промазываю проматываю извините вот видите зацепил я перышко нитку так как нитка в цвет здесь она сильно нам мешать не будет и мы одним как говорится так как лак нельзя сюда добавлять мы наш стримера чек исполь испортим сразу лак побежит по этому перу и будет кердейк вот и все очень удобно быстро если бы как говорится меньше было бы объяснений то изготавливается достаточно удобно дольше конечно и будут изготавливаться когда использовать их уже здесь делать головку из лака ну теперь у меня она все вроде бы подсохла это вот женская уже у меня изработанная для покраски кисточка я все это привожу в порядок перо и как вы видите у нас вот два таких симпатяги уже готовы к работе не стесняйтесь пробуйте разным оттенком цветом изумительно работает честно вам скажу фиолетовые не обязательно и честно скажу очень хорошо работает чисто черное ну а это называется у нас вот в таком оттенке и как вот в таком оттенке это называется уже провокаторы вот и все друзья мои благодарю вас за внимание до скорых встреч встреч